Нас Елизавета обладает очень интересными сочетаниями в карте. У нее стрелец в первом доме, и там же расположен Кету. Юпитерский Кету – йога тайного знания, она очень человек религиозный, верующий, и это больше напоминает монахиню. Из того, что она очень отрезана от общества, благодаря такому положению, конечно же, говорит о том, что это очень удобно для того, чтобы управлять и маневрировать властью. Но только не она здесь управляет. Сам Юпитер находится во втором доме, дом денег, и там Юпитер в падении. Очень материальные взгляды, то есть она привязана к некому комфорту. Этот Юпитер на самом деле балансирует вот это соединение с Кету. Если бы он не был в падении, то она, я думаю, точно жила бы в монастыре. Но здесь это ограничилось ее именно мировоззрением. Рядом с Юпитером стоит Марс. Кстати, неплохое соединение для юристов. Если бы она не была королевой, а куда-нибудь устроилась на работу. Мы видим, что Юпитер выходит в четвертый дом. Там он связан с Меркурием. Кстати, такие люди очень хорошо пишут. Она здесь могла бы проявить писательский талант. Меркурия у нее тоже в падении, как и Юпитер. Здесь у нее очень развитая интуиция. Она очень такой тонкий человек в плане восприятия, который не очень-то любит учиться. И у нее есть связь пятого с двенадцатым. У нее уже нет образования начального. Она его получала дома. Там по-разному это описывают. Тут все говорит о том, что ей не очень это было интересно. Хотя в источниках это сглаживается. Марс у нее в экзальтации. И имеет соединение с Солнцем в экзальтации. Я вообще такое наблюдал у Екатерины. Было бы это в первом доме, вот тогда правитель получился бы мощный. А так, это часть ее характера, которая тоже в ней есть. Это мужские качества. Это могло бы сделать ее управленцем. То есть, судя по истории ее жизни, она предпочла больше себя ощущать, как Кету в первом доме. Хотя, смотрите, потенциал при этом есть. Просто когда у человека Кету, то ему сложно самоидентифицироваться. Сложно через этот туман как бы выглянуть. Да, Марс с Солнцем давал ей жесткость. И она была очень холодна к некоторым событиям и малосострадательна. Вот, такой человек очень сильный. Ее сложно очень переубедить. Здесь есть также Венера в связке с Сатурном по третьему дому. Кстати, такие люди хорошо руками что-то делают. Вышивают, какие-то у них хобби есть, поделки. И это соединение такого архитектора, дизайнера. Венера выходит в 11 дом и связано с 6. То есть, здесь у нее может быть хорошее чувство вкуса. Заметьте, сдержанная Венера, сдержанный первый дом Кету. И очень сильный Марс с Солнцем. Даже Луна у нее в восьмом доме, которая такая очень закрытая. Больше проявлены даже мужские качества, чем женские. Что создавало в ней именно вот это вот ощущение жесткого человека в плане отношений. Хоть она и очень любила своего мужа. При этом есть определенные источники, которые раскрывают ее в ином свете. Я только анализирую карту. Я как бы стараюсь, конечно, сопоставить то, что я прочитал. Но я больше доверяю карте. Поэтому мне кажется, что ее женская энергия не так проявлена. Я бы такой вывод сделал. И по Венере она, кстати, очень хорошо может организовывать людей по 6 дому. То есть, подбирать персонал. И у нее здесь как бы все развито для того же управленца. Как я уже говорил, с Кету очень сложно себя идентифицировать. Также у нее есть Раху в Близнецах в 7 доме. Кстати, что дает возможность общаться с огромным количеством людей, которые могут проходить через тебя. И для такой медийной личности это идеальное положение. Но с таким положением сложно определиться в том, чего ты хочешь. Все-таки Близнецы, еще и Раху, который раздувает это положение. А вообще, кстати, вот эта связь Юпитера в падении с 4 домом также дает возможность хорошо работать с недвижимостью. Но это не является основой. То есть, иногда, когда мы смотрим, у нас сразу первое в голову приходит. Вот он в падении, 4 дом. Если посмотреть глубже, то она могла бы создать свой клан именно в плане эзотерики. Потому что Юпитер-то с Кету и Меркурий в падении. Видите, какие намеки. Это же очень необычные соединения. Я думаю, если бы она не была в королевской семье, то она бы какой-нибудь организовала свой клуб по интересам. Где было бы какое-то направление эзотерическое. Вполне возможно. Кстати, надо узнать, может быть, что-то такое она создавала. Но я понимаю, да, при ее положении это, наверное, сложно. Очень она неоднозначный человек. Духовная составляющая и такой упертый Марс. На самом деле, такие люди могут становиться фанатиками своих же концепций. Я думаю, что если бы она была основным лидером Англии, который бы определял основные законы, интересы, то, возможно, это даже было бы опасно. Потому что здесь очень сложно остановить ее Марс в экзальтации Солнца. Если она к чему-то придет. Так же, как у Екатерины Второй есть такие положения. Добавьте еще Юпитер с Кету с точки зрения мировоззрения. Большое желание в это верить. Поэтому хорошо, что это осталось ее хобби. Иначе я бы ее рассматривал как личность, которая создает какое-то свое движение. Может создать определенный раскол. Но мы всего этого не наблюдали. Все-таки Кету сохранил внутри ее каких-то личных интересов. Очень интересная карта. И Луна, кстати, тоже сделала свое дело. Она была очень скрытна во многих своих проявлениях. Очень-очень необычная, я вам скажу, карта для такой вот известной королевы, такой персоны. Потому что ты всегда ожидаешь таких положений, которые дают стабильность. Но здесь же сам человек очень необычен. И для правления, наверное, это не очень подходит. Если уж сделать вывод. Поэтому карта интересная. Я не имею какого-то определенного отношения к ней. Просто сейчас очень много говорят об этой персоне. Мне интересно было ее рассмотреть, изучить ее историю. И вообще посмотреть, как выглядит ее карта. Я как раз ее ретифицировал по уходу ее сестры и ее мужа. И это мне помогло как раз определить, что она стрелец. Хотя очень близко находился козерог, который мне сначала показался более рациональным. Но приглядевшись, я понял, что она чистый стрелец. Она очень добродушный человек. И у нее черты внешности абсолютно не похожи на козерога. Само ее поведение очень ярко проявляет то, что ближе козерог или стрелец. Ну, помимо черт лица. Мне это очень помогло, когда я рассматривал ее интервью. Так что всем спасибо. С вами был Макс Амира. Если вам было интересно, ставим лайки и комментарии.